Привет, друзья! С вами Greenland. Сегодня у нас обзор и обозревать мы будем вот этих здоровенных, огромнейших, крутейших мутантов, которых зовут Тока и Разор. И это мутанты прямиком из фильма 91-го года, который называется Черепашки-ниндзя 2. Секреты мутагена. Вот так вот выглядит коробочка, передний прозрачный блистер, где мы можем рассмотреть абсолютно все, что нам предлагается. Два мутанта и некоторые аксессуары к ним. Тут черепашки-ниндзя смотрят на разбитую канистру с мутагеном. Тут у нас официальная надпись. Простой дизайн, но красивый и сразу привлекающий себя. Конечно же, кто увидел бы такое на витрине из фанатов черепах, сразу бы схватил и кинул себе в свою тележку. С обратной стороны вот такой прикольный дизайн. Пофотканы в разных позициях наши друзья. Написано, что у них будут пасти открываться, артикулированы даже пасти. Очень все здорово. Сбоку с одной стороны Разор, с другой стороны Тока. Ну что ж, ребят, давайте попробуем достать их с какой-то стороны. Коробка, конечно, огромная. Открываем ее сбоку. Смотрим, что здесь у нас вынимается. А вынимаются они прям вот так вот. Прикреплены наши мутанты к такой огромной пластиковой пластине. Сейчас повыковыриваю все аксессуары и мутантов. И будем дальше их рассматривать. Вот такие у нас большие, увесистые, довольно-таки стойкие фигурки. Стоят. Немножечко Разор вот шатается. Можно тут ему ногу подкорректировать. И будет стоять. Здорово, очень здорово. На вид, на ощупь. Приятные, тяжелые, прорезиненные во многих местах фигурки. Давайте будем ближе с ними знакомиться. Вот такого устрашающего вида тока. Тока мутировал из черепахи. У него довольно-таки грозное выражение лица. Передняя часть носа у него даже двигается, ребят. Вот с таким вот костяным наростом. У него красные глазища. Наступленные брови. Такое недовольное выражение лица. Такая изогнутая шея. На шее видим очень клевая покраска на всем теле. Он пятнистый такой. Покрыт шипами. На плечах у нас шипы. И, конечно же, на самом панцире шипы. Посмотрите, какие они. Они острые, колючие. Они мягкие, резиновые. Но острые, колючие. Вот так вот руку ставишь. И они колят, как ежик прямо. Вот тут у нас повязки себе соорудил тока. Или соорудили ему какие-то добрые фут-ниндзя. Это повязки сделаны из автомобильных камер. И из каких-то странных намоток. Тут свисают сами намотки, похожие на бинт. А тут части автомобильных камер. Передняя часть коричневого цвета. Также у него есть повязки вот здесь на предплечьях. На переходе предплечья в кисть. Это повязки тоже из каких-то тряпок, из тряпья. Которые он нашел на мусорке. Или из каких-то бинтов. И на руках у него такие перчатки с отрезанными пальцами. Сами руки с длинными пальцами, с когтями. Когти тоже острые. Сделаны из мягкого пластика, как и сама кисть. Пузо у нашего токи очень похоже на животы черепашек-ниндзя. Оно оранжево-черного цвета. Такие части отдельные, квадратные, прямоугольные. На ощупь гладенькая. И контур вот этих вот линий. Они сделаны как углубления. Задняя часть живота это просто такая кожа, которая соединяет панцирь с телом этой огромной черепахи. Только большой сильный мутант. У него большие мышцы. На ногах все мышцы проступают, как и на руках выступают. Они все рельефные. Они все классно покрашены. И очень аккуратно сделан скульпт. На коленях у него такие же самые повязки, как и на локтях. Сделаны из автомобильных камер и разного тряпья. Лапы на ногах отличаются от его кистей. Стопы вот такие огромные. Они с острыми когтями, тоже из такого твердого пластика, они выполнены. И довольно-таки остренькие, если их касаться спереди. На таких стопах фигурка, конечно же, стоит очень уверенно. Эти стопы держат его. И все суставы у него довольно-таки крепкие. Все суставы у него тугие. И поэтому он может стоять, принимать разные позиции. По артикуляции мы сейчас, конечно же, еще посмотрим. Но для начала изучим скульпт Разора. Да, ребят, сразу очередной раз хочу сказать, что по-разному называют этого мутанта. В разных переводах, в разных дубляжах. По-английски они называют им и Разор. Произносят они так в фильме. У нас переводили как Рейзер. В новых интерпретациях в 2012 году в дубляже делали Рахзар. Это дело вкуса, как вы его хотите называть. Я называю его Разор, мне так удобно и приятно. Хотите называть его Рахзар, называйте его Рахзар. Рейзер, называйте его Рейзер. Даже фанаты олдскульных черепашек по-разному его называют. Для меня это Разор. Кому режет ухо, к сожалению, вам придется дотерпеть в этом обзоре именно название Разор. Этот чувак это мутировавший волок, но мне он всегда больше напоминал собак. У него вот такая вот клевая морда, голубые глазки, собачьи ушки, нос, большая пасть. Тут шерсть на бороде выглядит именно, на подбородке выглядит именно как борода. Тут такой чубчик завернутый. Сзади тоже шерсть свисает. Очень прикольный скульпт. Смотрите, тут цепями, настоящими металлическими цепями закреплены вот эти его защитные элементы, которые через плечи. Тут как будто бы металлические пластины. Через плечи они перекинуты такими вроде как резиновыми. Но они по-настоящему резиновые. Ну и похоже они на какие-то резиновые части чего-либо. Тут у него мягкие ремешочки резиновые завязаны. И эти резиновые части такими как будто бы дисками от какого-то мотороллера, какого-то маленького колеса, связаны с передней частью его защитных элементов. Передняя часть представлена такой пластиной, где одна из вот этих продолговатых частей пластины выломана. Тут отверстие, что добавляет какой-то натуральности этой пластине. Она по-настоящему очень легкая, пластиковая, двигается на этих маленьких цепочках. У Razer'а есть набедренная повязка. У него она свисает спереди. И сзади под набедренной повязкой он в трусах. Да, вот такой вот он прикольный чувак. Голову его вы не надетесь увидеть, но, конечно же, вы можете наблюдать головотоку все время. Потому что он трусы как раз забыл одеть. И его это совершенно не парит. Но Razer не забыл. Он воспитанный песик. На ногах, на самих бедрах у него из камер автомобильных сделаны такие защитные элементы. Такие как бы повязки, которые ременями резиновыми прицеплены к его бедрам. И они шипованные. Тут торчат такие острые шипы. Шипы эти из мягкой резины сделаны. И по-настоящему они не совсем острые. В принципе, некоторые из них довольно-таки острые на ощупь. Но они легко гнутся, они мягенькие. На коленях у Razer'а тоже прорезиненные части защиты. И прикреплены какими-то намотками. И тут сзади, видите, сам сустав не докрашен. Что не похоже на NECU. Тут как будто бы повязка у нас обрывается. Ну, не так страшно. На руках есть на правой руке тоже из камеры сделана шипованная часть защитная на предплечье. Тут у нас намотки в виде каких-то белых бинтов. С этой стороны такая же намотка. Но на предплечье вот этой штуки нет. Что также добавляет оригинальности самой фигурки. Кисти Razer'а полужжаты. У него огромные ручища. Четыре пальца на них и острые когти на каждой руке. На ногах у него по три пальца и также острые когти. Ноги широкие. У него огромный размер лопищи. И это позволяет фигурке быть довольно-таки устойчивой. Немножечко он перетягивается на спину. Но, смотрите, стоит, стоит, даже бьем по столу, стоит нормально. Прежде чем перейти к аксессуарам, познакомимся с артикуляцией. Самая интересная часть артикуляции, конечно же, это головы наших персонажей. Потому что у них открываются рты. Мы заметили, что уже даже вот эта носовая часть, этот нарост, двигается у нашего токи. Но еще у него открывается рот. И гляньте-ка, что там во рту. Там классный язык, темно-бордового, такого ближе к коричневому света. Острые белые зубки. За такой желтизной. Даже верхнее небо. Сейчас попробую вам показать. Там рельефное. Оно рельефное, прикольное, как настоящее. Очень здорово сделали. Можно фотографировать или выставлять на полке, как будто он кричит на своих врагов, на черепах. Или как будто он говорит Шредеру, мама! Как он говорил в фильме. Дальше у него вращается в стороны, наклоняется вверх-вниз голова. И наклоняется и вращается шея. Вот эта огромная длинная шея, которая тут как труба у пылесоса сделана с такими вот выступами. Она вращается и наклоняется тоже. Стандартно двигаются руки в плечах. Сгибаются и крутятся на шарнирах. Двигаются в локтях, также сгибаются. И тут двойной изгиб возможен. Вот так вот на руке. Как было, я всегда сравниваю это с фигуркой Бакстера Стокмана по 87-му году мультику. И сгибается и вращается кисть, конечно же. Тело также подвижное. Вот видите, верхняя часть до диафрагмы двигается. Можно его немножечко наклонить. Чуть-чуть повернуть. И дальше нижняя часть остается неподвижна, потому что она вот этим кожаным каркасом прикреплена к панцирю. Вращаются в тазобедренных суставах у нас ноги и сгибаются. Конечно же, вращаются ноги в коленях и сгибаются ноги в коленях. Вот так вот он, в принципе, может изогнуть ногу. Довольно неплохо для такой огромной фигурки. Изгиб в коленях. И, конечно же, изгибаются у нас ноги немножечко в голеностопах. Они вот так вот полувращаются и чуть-чуть сгибаются. Но большего там нам для голеностопов и не нужно по большому счету. Так артикулирован тока. А как артикулирован разор. У него тоже открывается пасть. Там тоже мы видим оранжевого цвета зубы и темно-какой-то коричневый язык. Ну, кроме самой пасти. Ну, она у него, кстати, в закрытом положении не так классно держится, как у Токи. Она больше будет постоянно отвисать. Он все время удивлен. Он увидел Нью-Йорк фирмы. Офигеть! Вращается голова в разные стороны. Наклоняется вниз. Может смотреть на кого-то маленького. Может смотреть вверх. Если кто-то выше его, таких не бывает персонажей. Раз, то, что супершреддер может быть выше него. Стороны вращаются. Дальше у нас тело вращается. Вот тоже на уровне, как бы, перехода грудной полости в брюшную. На уровне диафрагмы. В разные стороны вращается и наклоняется. Стандартно руки в плечах изгибаются и вращаются. Так же само, как и у Токи в локтях сгибаются. В двух местах очень тугой сустав. Аккуратно надо, чтобы не сломать. Крутить. И вращаются кисти, и сгибаются кисти. И меняются кисти. У нас еще есть сменные кисти для этих ребят. Я их покажу вам, конечно же, дальше. Тазобедренных ноги крутятся и сгибаются. В коленях ноги сгибаются очень-очень туго. Вот так вот он может согнуть ногу в колени. И что осталось? Голеностоп. Сейчас из колена вытянем. Так же самое, как и у Токи. Изгиб и немножечко в стороны вращения минимально. Артикуляция, как и для таких огромных фигурок, очень и очень крутая. И, конечно же, достаточная для них вполне-вполне-вполне. Вот такие есть у нас сменные кисти. Зажата в кулак кисть Токи. Довольно-таки сильно зажата в кулак. Чуть поменьше зажата в кулак. Тут так же самое сильно. И вот так вот распахну. Вот все четыре вы видите. Широкий хват, узкий хват и очень узкий хват. Это как бы кулаки отдельно. Аккуратненько пробуем поменять. Вытаскиваем и тут ставим, наверное, с широким хватом. Сейчас будем ему туда трубу вставлять. Так, сейчас попробуем. Есть. Поставили кисть. Берем трубу. Вот такая вот труба. Выполнена она из пластика мягкого. Покрашена под металл. Тут такие даже выемки, как будто ей уже что-то лупили. Тут есть такой переход. Соединение одной маленькой трубки с другой большой. Она очень клево сделана. Отверстия сквозного нет. Только сверху и снизу неглубокие отверстия. И можем, конечно же, эту трубу вставить в руку нашему черепахе-мутанту. Вот он уже ее крепко-крепко держит. И может замахиваться ей. Атаковать у черепашек наших любимых, дорогих. А может вот так вот держать ее в одной руке. И похлопывать по другой руке, как бы угрожая своим соперникам. Конечно же, сменные кисти есть и у нашего собачатинского. Вот они. Раз, два, три, четыре. Тоже два кулака и две разжатых кисти. Ему мы будем вставлять в руку вот такое вот бревно. Очень классная текстура, рельефная. Тут деревянная часть, часть с корой. А тут сам ствол разрезанный. И в руку оно у него будет, наверное, в какую-то широкую. Сейчас попробую подобрать руку. Может даже вот эту, которая здесь. Это бревно будет вставляться. Давайте попробуем его всунуть. А вот. А вот присобачили мы нашей собаке бревно. Как-то так он его держит. Можно чуть поглубже засунуть, чтобы было понатуральнее. Вот. Огромное бревно, которым он размахивает. Конечно, таким бревном, если кого-нибудь навернуть, то это будет довольно-таки неприятно. Что еще есть у нашего Разера? А это вот такой вот щит, который он сделал из какого-то автомобильного диска. Возможно, это был какой-то грузовой автомобиль, потому что большой диск у него. Но на вес этот щит очень легкий, пластиковый. Тут ремешки обозначены и ремешки сзади, которые крепятся. И одевается щит на руку нашему Разеру. Вот так вот этими ремешками закрепляется. И вот он готов к бою. Прям может на гладиаторскую арену выходить, защищаться щитом и лупить своих соперников дубиной. Тут часть щита выпуклая, щит покрашен в такой золотисто-коричневый цвет. И на вид он очень даже прикольный. Еще есть вот такая канистра с мутагеном. Такую мы уже видели у Super Shredder. Она заполнена мутагеном зеленым. Надпись TGRI. Классная пластиковая канистра с мутагенчиком. Можем дать Токи подержать немного канистру с мутагеном. Вот так вот она может лечь ему в руку. И он может охранять ее своей огромной дубиной. Еще у нас есть огнетушитель. Огнетушитель красного цвета. На тоненькой резиночке. Аккуратно, чтобы не оторвать. Есть часть, из которой будет сама смесь для тушения огня. Вырываться сама пена. Тут у нас клапан, который из твердого пластика сделан. Сам зажим вот этот, который нажимается, чтобы тушить. И огнетушитель нужен был черепашкам для того, чтобы подействовал ретроматоген. Если я правильно помню. Тут у нас какая-то табличка на огнетушителе. Вот такой классный, прикольный огнетушитель. Черепашки, как его будет держать? Как-то, наверное, прижимая к себе. Потому что ни за что не возьмешься. И тут вот рукой. Или вот одной рукой за клапан, видимо. И одной рукой за резиновую вот эту часть, из которой вырывается пена. Еще нам дали вот такую коробку. Это коробка от пончиков. Пончики называются Simply Donuts. Просто пончики. Со всех сторон надпись. Коробка картонная. Такого розового цвета. С желтой надписью. Буква М, как видите, растаяла. Очень вкусная, видимо. Тоже из пончикового теста сделана. И туда мы можем положить вот эти пончики. Пончики таким общим конгломератом. Вот такие прикольные. С отверстиями. С этой стороны пудрой посыпаны. Вот так вот они запихиваются в коробочку. Ммм, очень аппетитно выглядит. И один из пончиков уже черепашке предложили перекусить Токи и Разору. И, как помним, разломал его Разор. И увидел там вот эту ретромутагенную капсулу прямоугольную, которую черепахи ему туда засунули, чтобы надурить его, чтобы он съел этот пончик. Получается, с этими пончиками можно воссоздавать какие-то сцены из фильмов. Можно кормить наших мутантов пончиками в такой отличной розовой коробке. Кстати, коробка закрывается вместе с пончиками. И я думаю, что они у меня прямо там в коробке и будут храниться. Настало время сравнения размеров, друзья. Наши мутанты выше мастера Шредера. В шлеме он такой практически как они, но они стоят чуть-чуть на полусогнутых. Вот так вот в соотношении размерном выглядят. И вот так вот с фут-солдатом они выглядят. Они выше, они больше, крупнее, чем эти фигурки. И тут я хочу в этом обзоре вернуться к мастеру Шредеру. В обзоре на Шредера я сказал, что у него маска не снимается. Конечно же, мне в комментариях подсказали, что она снимается. И это даже было видно на коробке, я не обратил внимания. Давайте снимем маску с мастера Шредера. Уж тут этот недочет исправим в этом обзоре. И посмотрите, какое лицо, какая классная физиономия со шрамом от носа до щеки у мастера Шредера. Вот так ближе вам покажу. Вот такой он Рокусаки. Опасный парень и страшный. И вот эта масочка, которая снимается, она крепится. Там есть за что зацепиться. Она крепится, одевается обратно очень просто. Защелкивается. Чик и надели. Вот чик. Чик произошел, значит надели. Вот такой вот недочет был в обзоре на мастера Шредера. Но сейчас мы его исправили. Еще, конечно же, сравним наших ребят с Супер Шредером, с которым они никогда в жизни не встречались. В фильме никогда не встречались, а в жизни вот встретились. И он, конечно же, повыше наших парней. Он огромен. Огромен Супер Шредер на голову выше этих огромных мутантов. И осталось нам сравнить только с черепашками наших мутантов. Конечно же, повыше они. Повыше. Вот так высоко смотрит на майки. Разор. И, конечно, тока тоже побольше, чем черепашки. И это здорово, ребят. Конечно, Нека всегда старается соблюдать соотношение размеров. Такое, как было в оригинальных фильмах и мультиках, по которым они делают фигурки. Серия фигурок по фильмам 90-91 года расширяется. И вот такой разор мы получили от Неки, друзья. Как вы поняли, я от них в восторге. Это обалденные фигурки. Мне уже не терпится пофоткать с ними какие-то клевые фоточки. Кстати, если вы не подписаны на мой инстаграм, ссылка будет в описании. Там я выкладываю фотографии со своей коллекцией, со своими фигурками в разных локациях и в разных сетях. Ваших мнений об этих огромных классных парнях я, конечно же, жду в комментариях. А с вами, как всегда, был Гриллун. Спасибо за внимание, друзья. Кавабанга, чуваки. Пока-пока.